Более 40 предприятий уже сейчас готовы войти в строительные кластеры. Хотя соглашение о его создании в Татарстане было подписано только сегодня, каждая четвертая компания уже разработала свой инвестиционный проект. Общая сумма таких проектов в 2 миллиарда рублей. Это производство стеклопакетов, труб, изоляционных материалов и опор освещения. По специальным, как анонсируется, сниженным ценам они будут поставляться на стройки Татарстана. Все производственные предприятия, они понимают, что при реализации своих инвестиционных проектов они улучшают качество производимого продукта, снижают себестоимость за счет внедрения бережливого производства, новых технологий. Поэтому в конечном итоге это все равно экономика отразится на конечном потребителе, то есть те, кто покупает уже эти строительные материалы. Каждое предприятие, входящее в кластер, имеет возможность уменьшить себестоимость, то есть компенсировать с помощью профильных министерств республики свои затраты, как на проценты по кредиту, на лизинговые проценты. Возможностей много. Кооперация производителям дает гарантии полной реализации продукции. К тому же за участие в кластере они получат компенсации от Минфина России, выгоди и строители. Они заявляют, что создание кластера – это снижение цен на жилье. Правда, на сколько, пока не говорят. Инициаторы создания строительного кластера заверяют, что уже в следующем году часть заявленных ими проектов уже будет успешно реализована. А вот мнение экспертов совсем другое. Они считают, что в ближайшее время не стоит ждать резкого падения цен на недвижимость. За последние два года цены на жилье, к примеру, в Казани, по словам риэлторов, уже упали на 15-20%. Квартира новостройки за полгода до ее сдачи продается по цене 60-65 тысяч рублей за квадратный метр. Однокомнатную хрущевку можно купить за 2 миллиона рублей, а ленинградку примерно на 400 тысяч дороже. И цены в Казани одни из самых низких в Поволжье, утверждают продавцы недвижимости. По дороговизне жилья Казань только на 17-м месте в России. Официально ни один застройщик, несмотря на то, что цены упали, официально никто цены не опустил. Как говорит Андрей Савельев, президент гильдии риэлторов, после создания строительного кластера, глобального падения цен на жилье не будет. Своих потенциальных покупателей застройщики будут привлекать, как и раньше, лишь скидками и специальными акциями. Один застройщик, например, делал каждый 20-й метр в квартире бесплатно, другой застройщик парковки дарил в подарок. Кто-то делал скидки по ипотекам, то есть льготные условия по ипотеке, и в результате ставка была не 11-12, как в субсидированной ипотеке государственной, а 7-8-9%. То есть это было завуалированное снижение цен. Не снижение, а наоборот повышение цен прогнозируют казанские риэлторы, но не сейчас, а ближе к декабрю или вовсе через год. Но их прогнозы не всегда сбываются ввиду периодических сотрясений в отечественной экономике.